Многие родители слышали народное поверье, касающееся новорожденного. Всем знакомы такие советы. Чтобы не сглазили новорожденного, нужно прикрепить булавку вниз головкой где-нибудь на его одежде. Не смотри часто в зеркало сама и новорожденного не подноси. Не целуй слишком часто, ребенка будет долго молчать. До исполнения одного года не кормите рыбой и грибами, будет нем как рыба. Не ставь ребенка на стол, будет долго учиться ходить. Один на первый взгляд сродни полному суеверию, другие наталкивают на желание поиска скрытого смысла. Таким поверьем является фраза про запрет показывать ребенка в течение первых 40 дней после рождения. А кто-нибудь пытался понять само суеверие, рассуждая логически? Почему нельзя показывать новорожденного 40 дней? И стоит ли верить во что-то, не имея на это основания? Для начала хотелось бы увидеть суеверие с нескольких сторон науки и истории, поэтому попытаемся раскрыть суеверие, почему нельзя показывать грудничка 40 дней, обратившись в разные научные источники. Медицинская точка зрения говорит о том, что рождаясь, новорожденный получает очень много информации сразу. Все ему новолюди, атмосфера, окружающие звуки, а ко всему этому добавляется инфекционная угроза. После полной защиты в материнской утробе его ослабленный и неприученный организм сталкивается с различными вирусами и микробами. Для комфортной же адаптации необходимо максимально оградить ребенка от лишней нагрузки, как эмоциональной, психической, так и бактериологической. Благодаря периоду первых 40 дней происходит профилактика различных вирусных заболеваний. Ведь организм новорожденного настолько слаб, что малейший вирус или простое инфекционное заболевание может плачевно сказаться на здоровье ребенка в будущем. Организмы взрослого крепче, а иммунная система уже настроена на правильную защитную работу. И даже если в гости зайдет на первый взгляд здоровый человек, у ребенка может проявиться в этот же вечер любое расстройство в его слабом организме. Именно поэтому врач-перинатолог, терапевт, а также консультант по грудному вскармливанию в один голос предупреждают родителей не спешить с приемом гостей как минимум первые 40 дней. А как религия смотрит на вопрос данного суеверия? Религия настаивает на том, что новорожденный до 40 дней жизни еще не имеет защиты от окружающих его негативных сил. Как мы знаем, ангел-хранитель берет ребенка под свое покровительство после крещения. По традиции православной веры этап крещения приходится как раз на 40-й день жизни. Суеверие касается не только прямого контакта ребенка и человека, но и его фотографий. Поэтому некоторые священники не советуют даже фотографировать новорожденного после родовой период, не то чтобы показывать фото. Само число 40 несет в себе сильное значение. 40 дней длился всемирный потоп, 40 дней блуждает душа рядом с умершим телом, 40 дней душа крепнет в теле новорожденного. С психологической точки зрения первые 40 дней нужны не только ребенку, но и его матери. Молодая мама проделала огромную непосильную работу. Она носила в себе малыша, питала своей плотью в течение 280 дней, рожала несколько часов, испытывая изматывающую боль схваток. А ведь послеродовой период не у всех роженец проходит гладко. После операционной разрывы, гормональная перестройка, налаживание процесса кормления – все это отображается на психологическом состоянии матери. Поэтому в течение 40 дней после родов нельзя допускать лишних эмоциональных нагрузок на молодую маму. Ведь сейчас ей придется не только ко многому привыкнуть, кормить, купать, ухаживать, но также перенести сложный период после родовой депрессии. Добавим к этому, что в первые месяцы ребенок налаживает контакт со своей мамой. Это происходит через принятие материнского молока, ощущение маминых прикосновений, слушание интонаций маминого голоса. А присутствующие гости будут мешать всему природному процессу контакты мамы и ребенка, так как им тоже нужно будет уделять внимание. Напоследок хочется обратиться к более древней мысли о первых 40 днях. Ведь суеверия суеверием, а корни идут еще с язычества. По старым поверьям, наш мир разделен на две части – мир живых и мир ушедших. В мире ушедших душ все так же, как и в мире живых, с одной зеркальной разницей. 40 дней – это период перехода умершего в мир мертвых душ. Соответственно, в мире живых 40 дней – это принятие ребенка в мир жизни. В языческое время проводились определенные обряды, дабы помочь душе благодатно переправиться в другой мир, и именно в эти 40 дней старались максимально защитить новорожденного от дурного глаза. Сейчас весь обряд помощи души стерся из нашей памяти, но само суеверие о 40 днях неприкосновенности осталось. Уставший и перевозбужденный ребенок очень долго не может заснуть, а заснув, вздрагивает, просыпается часто ночью. Что уж говорить об измученной матери. Эмоциональные срывы влекут за собой не только проявление невралгии, но и возможность потерять молоко. Поэтому стоит открыто объяснить всем желающим увидеть новорожденного о невозможности посещения мамы ребенка в ближайшие полтора-два месяца.